Один Штейнзальц. Творящее Слово. Глава пятая. Прорыв через барьер. Написано, что сначала Бог задумал создать мир исключительно под знаком суда, закона. Случис так, он сам совершенно отсутствовал бы. Все происходило бы согласно законам природы, не требующим божественного вмешательства. Мир, созданный под знаком суда, мир законченный и запечатанный. Ничто в нем не может выйти за свои пределы. Но Бог увидел, что это неосуществимо, что надо дать возможность милосердию действовать в мире, не только существовать как форма бытия, но и проявляться как откровение. Что-то должно проникать сквозь твердую оболочку, пусть даже как вспышка огня, которая осветила бы плотную тьму детерминизма. Кстати, именно этот образ использует Рамбам для описания пророчества. Пророчество похоже на человека, идущего в совершенной тьме. И вдруг, на мгновение, молния позволяет ему увидеть, где он находится. Если даже потом он остается во тьме, он, по крайней мере, сориентировался и знает, куда идти. Это также иллюстрация сотрудничества между качествами Хесет и Гвура в процессе откровения. Что касается откровения, оно может происходить двумя способами. Один – через божьих людей, цадиким, так как они являлись в течение веков – патриархи, пророки, мудрецы. Другой – знамения и чудеса Танаха, которые представляют собой прямое откровение, пик которого – дарование Торы. Цадиким, как определил Ихбаль Гаттания в другом контексте, – это необыкновенные люди, не обязательно выделяющиеся святостью или праведностью, хотя это может и быть необходимым условием для их миссии, представляющие собой более высший тип человека. Однако цадик – не просто человек, стоящий на более высоком уровне, высокий уровень не делает человека цадиком, и нельзя стать им, занимаясь самосовершенствованием, кроме, возможно, исключительных случаев. Человек рождается цадиком. Однако это не означает, что если человек родился таким, он непременно станет цадиком. Практически всякий рождается с талантом, даром, наклонностью к какому-то делу, независимо от того, использует он эти качества или нет. Так что человек может всю жизнь прожить потенциальным гением или потенциальным пророком. Когда же человек рождается с талантом к пониманию божественного, он может пережить и узнать в духовных сферах намного больше, чем обычный человек, который всю жизнь жаждет и добивается именно этого. Но эта возможность зависит от того, что сделает он с этим даром. Не случайно столько было говорено о скрытых цадиким, благодаря которым продолжает существовать мир. Это те цадиким, которые, хотя и живут в мире, но не действуют в нем. Достаточно того, что этот человек есть где-то в роли скромного сапожника или вождя своего народа до тех пор, пока он скрыт. Есть рассказ о сыне одного знаменитого Рабби, который спросил отца, почему цадиким должны быть где-то спрятаны. На что Рабби ответил, «А ты думаешь, что цадиким открытые действительно именно таковы, какими мы их видим?» Скрытый цадик может быть скрыт необязательно в безвестности. Он может быть скрыт и внутри своей роли вождя, внутри роли знаменитого цадика. Скрыт из сего, в его отношениях с миром и с тем, что лежит за его пределами. Поэтому цадик обычно не признан миром и вступает с ним в контакт только какой-то одной стороной своего существа. Он не принадлежит полностью к реальности этого мира. Но это не значит, что у него происходит раздвоение личности. В качестве примера обратного известно, что графологический анализ почерка Бааль-Гаттания показывает, что гармония и единство личности являются одной из заметных отличительных черт этого цадика. Что-то от этой цельности можно почувствовать и в его книге в удивительном понимании страданий и слабостей человека, которые в ней проявляются. Цадик понимает боль, но не изнутри. Похоже, что он понимает ее снаружи. Он понимает, что человек может согрешить, но это кажется ему таким странным. Он смотрит на грех, как ученый, на какое-то редкостное животное. По крайней мере, такое впечатление возникает у читателя. Это, в свою очередь, может намекнуть на природу скрытого, внутриявленного, на то, как человек может быть выше того, что он открывает миру. Короче, цадиким – острие проявления бытия посреди ничто. Это верно, конечно, и относительно знамений и чудес Торы, которые посланы были в помощь человечеству. Задача цадика – указать на мир истинного бытия, а при необходимости и быть окном в него, так же, как чудо служит проходом, коридором или, скорее, мимолетным доступом к более широкому существованию. В нашем мире действия – осия, так же, как и в высших мирах – созидание, яцера и творение, брия, есть различия между субъектом и объектом, между совершающим действием и тем, над кем оно совершается. В то же время в высшем мире эманации – ацилут, в котором сферот не отделены от своего источника в божестве, этого различия нет. Поэтому явления в нижних мирах могут обладать определенностью, отдельностью. Даже ангел в мире творения – брия, совершенное орудие божественной воли – это все-таки существо со своим «я». Только в мире эманации – ацилут – нет границы между Творцом и Творением, и Бог и Его мир едины. Следовательно, все, что мы можем так или иначе различить, каким бы великим оно ни было, не Бог. Даже Моше, поднявшийся выше любого, не мог проникнуть в мир эманации – ацилут. Как сказано, «Не может человек увидеть меня и остаться в живых» – шмот 33.20. Откровение таким образом – это не зрительное восприятие чего-то из мира эманации – ацилут. Это видение истины, так сказать, сзади или снизу, через завесу нижних миров, творения, брия, созидания, и цира и действия осия. Более того, откровение должно быть облачено в нижние качества – нецах, год и есот. И только так даже такие пророки, как Моше, могли постигнуть его. Даже высшие качества – хэсет и гвура – могут быть воистину постигнуты только через посредства этих нижних, особенно качества есот, которые есть цадик. Сноска. Намек на идею хасидизма, что цадик есть основание – есот мира. Что делают цадиким в раю? Талмуд предполагает, что они сидят свинцами на головах и блаженствуют в святой шхине. Брахот 17 алиф. Сущность рая таким образом можно рассматривать как продолжение божественного просвещения, постигнутого в этом мире. Достижение само и есть рай. И в этом уникальность человеческой души, что она может достигнуть такого единства, которое и есть рай. Он включает качества хэсет и гвура, которые называют пищей цадиким. Здесь мы встречаемся с различием между тем, что питает душу, и тем, что служит ей облачением. Это различие связано также с отношением между внутренним светом и внешним или трансцендентным светом. Когда я получаю питание в физической или в духовной сфере, это означает, что я впитываю, поглощаю это внутрь себя. Отличается от питания другой способ реагирования. Надевание на себя, одевание, покрытие себя, как одеждой. Эти образы часто используются в Танахе, например, в книге «Притч». «Иди, ешь от моего хлеба, пей вино моей мудрости» или в книге «Ишаягу» «Исаии». Облачится он в мудрость, как в мантию, или символическое описание Ихескеля, Езекиеля, съедающего свитки. Можно сказать, что есть два способа постижения. Один – импрессионистический, воздушный, интуитивный, который невозможно проанализировать и разложить на компоненты. И другой способ, при котором возникает более интеллектуальное, более сознательное понимание, поддающееся анализу и объяснению. Первый включает влияния, которые могут быть неосознанными, но очень сильными и важными. Этот внутренний путь представляет собой «пищу» в кавычках «цадиким». Второй, более внешний, «одеяние» в кавычках «цадиким». Твердью небесной называют что-то, что покрывает, оборачивает, служит завесой. Ее уподобляют Торе, поскольку Тора тоже комбинация открытого и скрытого, и если бы Тора говорила языком Бога, это было бы для нас слишком большой радостью и великолепием, и мы были бы поглощены ею. Мы можем вступить в контакт с Торой только потому, что она облачена в метафоры и символы один внутри другого. Тору называют первичной метафорой, планом создания мира, который предшествовал творению. Некоторые видят Тору, окруженной завесами и тайнами, как уже упоминалось, написанный черным огнем по белому огню, выражающий бесконечную сложность откровения внутри сокрытого, сложность отношений тьмы и света, причем читатель никогда не может с уверенностью сказать, где что. Огонь – один из символов левой стороны карты Сферот и сферы Гвура в частности. Он выражает силу уничтожения и разрушения, ставящую предел чему-то. А поскольку соответствующим символом левой стороны является вода, источник огня Торы, результат сочетания обеих сторон, хэсет и Гвура, милости и справедливости, что же до тверди небесной, которая обозначает здесь секрет Торы, то она превосходит даже постижение цадиким, находящихся в раю. Ибо что есть цадик в раю? Это высшее состояние бытия, результат освобождения от тела, которое связывает человека с чувственным и умственным восприятием от всего, что испытывала душа, пока находилась в теле. Раз так, цадиким в раю не могут знать секрета Торы, они только могут заключать его в себе. Рай – это не мир секрета Торы, это мир секрета секретов. Покуда мы на земле, мы нуждаемся в тверди небесной, которая есть облачение тайны, и с этой видимой тверди «Росой нисходит пища для души» – Тора. Это образ, часто повторяющийся в Танахе и в других источниках. И эта роса, эта пища, есть также секрет 22 букв Торы. Цадик не живет сам на тверди небесной. Он получает Росу, духовное питание с этой тверди, которая есть секрет знания. И это знание – высшее знание, выходящее за пределы человеческого разумения. В этом одна из причин, почему сказано, что нет покоя цадиким, которые и в раю продолжают продвигаться с уровня на уровень, даже в раю, где секрет знания перестает быть секретом, но остается тайна, истинная суть секретности. Невозможно продвинуться дальше секрета бесконечного. Можно продвигаться от тверди к тверди. Все равно над головой остаются еще и еще небеса в этом мире или в иных мирах. Изучение Торы всегда в какой-то степени поднимает уровень осознания. Это позволяет так или иначе включить Тору в себя. Тора всегда то, что зовут пищей. Однако здесь есть две стороны. С одной стороны Митсва учиться, повеление Лимут Тора. Пусть даже это выражается только в повторении каких-то слов. Другой аспект Интериоризация, включение в себя. Этот второй аспект имеет отношение к сознанию, к пониманию, почему Тору и называют пищей. Такое изучение Торы питание в этой жизни и пища для души в мире грядущем с той разницей, что в этом мире невозможно узнать, сколько питания получила от Торы душа. Такова Тора. В то время как Митсвот всегда облачение. Митсва не умственное или психическое явление. Митсва это действие. Митсва определяется и измеряется тем, что человек делает, а не тем, насколько участвует в этом его сознание. Степень понимания отражает скорее то, насколько изученная Тора присутствует в совершенном действии. Когда задевается вопрос о том, что важнее, Тора или Митсвот, ответ всегда бывает амбивалентным. Обычно считают, что Тора учение важнее Митсвот действия, потому что изучение приводит к действию. Этот вывод оставляет на самом деле вопрос открытым. Если учение важнее только потому, что оно вызывает действие, тогда очевидно, что более важным все-таки является действие. С другой стороны, можно дать множество интерпретаций преимущества учения, множество штрихов к объяснению смысла этого преимущества. Это возвращает нас к теме откровения. Какое откровение лучше, сознательное или превышающее сознание и находящееся за его пределами? Например, должен ли человек учить только то в Торе, что ему понятно? Чем больше он понимает, тем дальше он продвигается. Альтернативный путь выполнения митцвод с пониманием или без него подобно тфелин, которые можно накладывать с большим или с меньшим пониманием смысла этого действия. Конечно, возрастающее понимание и знание доставляет большее наслаждение, но человек облачается в митцвод как в одежду. Сказано, что митцвод заповеди как целое образуют одежду цадиким и эта одежда соткана из нитей отдельных действий, соединяющихся в единое целое, в мантию без швов, о которой рассказано в книге Зоар. Есть много народных сказок, рассказывающих о святых, сплетающих себе подобные одежды, причем в них не хватает рукава или еще какой-нибудь детали из-за какой-то постоянной ошибки в выполнении митцвы. То, что мы стараемся здесь прояснить, относится не столько к философии, сколько к человеческому опыту, рассматривая отношения между бытием и небытием, между творением и сокрытием Бога. Мы встречаемся с темой чудесного и святого, со значением, которое имеют Тора и Митцвод в необъятном величии космоса. Именно эти духовные проявления могут прорвать барьер между Богом и миром. Но Бог сам сотворил этот барьер, свое сокрытие, необходимое для существования бесконечного, и он не должен быть прорван. Человек может пытаться проникнуть сквозь стену, может весьма рьяно биться головой об стену, пока ему не покажутся искры и даже свет божественного сияния. Но все это тщетно. Хотя, конечно, есть такие, которые находят нечто, что кажется им трещинкой, глазком, и делают из этой дырочки целое событие. Бальга Тания утверждает, что единственные надежные доступы к божественному это Тора и Митцвод. Конечно, даже эти доступы затемнены тем, что мы медлительны в использовании предлагаемых ими возможностей и тем, как опасно пропускать через них слишком много света. Тем не менее, души людские все же испытывают что-то от трансцендентного, даже если и открываются обычно лишь самые внешние слои. Иногда происходит освобождение от чувственного, от скрытности под слоем видимого, и человек может воспринять более глубокую реальность, подобную росе, что нисходит с тверди небесной и служит пищей для душ в раю. Чтобы это восприятие достигло какой-то ощутимой степени необходимое избавление от материального ради любви к Богу. Момент, в который камень перестает быть другим объектом, он становится другим состоянием. Мир иной — это другой уровень бытия, а не другое место. Человек может прорваться на этот уровень бытия, пусть даже лишь в мгновенные озарения, но это еще не видение Бога. Это скорее переход из окружающей нас непроглядной тьмы в туман, который дает некоторое впечатление лучшей видимости. мгновен мгновен и мгновен